Путешествие начинается здесь. Артём, а куда мы едем? Мы едем на Волгу, в город Волгоград. Город арбузов, томатов и рыболовный рай России. Отправляемся! Мы прибыли наконец-то в нашу конечную точку путешествия, на реку Волга. Река, которая радует нас всегда поглёвками, трофеями и вообще просто великую русскую реку. Сейчас начнём ловить, начнём исследовать акваторию. Ну а на что мы будем ловить, нам расскажет начальник транспорта. Сегодня мы будем ловить предпочтительно джиговыми приманками от различных фирм, ведущих в нашей, так сказать, стране. И посмотрим, как судак, на которого мы нацелены, отреагирует на нашу подачу. Не будем терять время. Let's go! Погода ветрена, нас это никогда не останавливало. Вперёд! Совет для начинающих рыбаков. Если вы хотите, чтобы ваш шнур очень ровно лёг на вашу катушку, возьмите намотанный шнур и бросите его в воду. Неважно, в реку вы бросите, либо в ведро. Из воды шнур наматывается гораздо ровнее, плотнее и качественнее. ЭДЖС-8 САВАЧГИР 6-тысячный размер. Жиг империал до 90 грамм. Шнур Аутилус Икс Брейд номер 3. Идеально входит, ни бэкинга, ничего. Смотрите, просто тютелька в тютельку. И при этом на СИДЖС-8 5-тысячную идеально входит номер 2. Тоже. Никакого бэкинга, никаких проблем. Что я думаю про бэкинг? Ну, я бэкинг никогда не использую. Считаю, что на тяжёлых весах, ну или средних весах, вот 30 грамм бэкинг, ну это ненужная вещь, которая ничему полезному точно не приведёт. Он и не навредит вам, и пойти пользовать его никакой не будет. 28 грамм, 32 грамма, джиг-головка, либо чебурашка, любой груз. И ваша силиконовая приманка дают тот вес, который не требует никакого бэкинга. Шнур и так прекрасно сойдёт. Не заморачивайтесь с этим. Ну вот, мы прибыли на место, где мы будем начинать нашу ловлю. Ловить мы будем судака. И я хочу начать с САВАЧГИР КРАФТ КАИМБЛ. Вот такие приманочки. Классный блистер, несколько цветов, очень гуманная цена. Вот, устанавливать будем на джиг-головку 32 грамма. Никаких ассистов я дополнять не буду, потому что я считаю, что с таким форматом хвоста, который есть у этой приманки, судак будет абсолютно без проблем складывать её во рту, и никакой дополнительный крючок не понадобится. Сейчас я распакую, мы вернёмся к оснащению. Я положил нам такую наклеечку. Бывают голографические, бывают обычные, вот эти у неё немного изменён дизайн. Ну, посмотрите, какая форма хвоста, то есть хорошее объёмное тело, такая полупрозрачненькая приманка получается. И вот этот хвостик отлично будет складываться судаком. И, в принципе, размер не такой уж и большой для здешнего судака. Я думаю, он без проблем сможет. Сейчас мы оснастим его на джиг-головку, примеряем. Примерно, думаю, вот так это будет выглядеть. Это отлично, возле плавничка она выходит. И попробуем всё это максимально ровно установить. Вот такая у нас получилась рыбка. Всё, я предлагаю приступить к рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Опа! Опа! Есть судачок. Совсем небольшой. Совсем небольшой. И как раз-таки клюнул на ту приманку, про которую я говорил. Не испугался абсолютно размера. Совсем небольшой штучок. Я думаю, его стоит отпустить. 40 грамм. Довольно толстый шнур. И сейчас течение такое, что пол оборота катушки хватает для того, чтобы довольно сильно подбросить приманку. И для того, чтобы она прошла хорошую ступень. Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова» 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 А то и в 4 раза. Пошел к рукняк. Возьмем приманочку чуть поменьше. Это крафт-каннибал 10,5 см от Саваджгира. И оснастим ее на двойник. Потому что сейчас жиголовка 32 грамма в корме не успевает упасть из-за повышенного течения. То есть мы возьмем жиголовку 40 грамм, двойник 3.0 наутилус и попробуем его оснастить. Оснащил несколько штучек. Но вот на этом, конкретно на этом примере покажу, как это делается. То есть мы примеряем. Примерно, где он будет выходить. Протыкаем. Немножко разгибаем крючок, чтобы он не разрезал нам рыбку. Заводим его. И вот так продвигаем. У нас как раз вот такой рот есть. Мы его отсюда и выведем. Оп. Все. Приманка готова к использованию. Двойничок идеально подходит. Сейчас мы поставим жиголовочку. 40 грамм. Точнее, джиголовочку, чебурашечку. И попытаемся что-то поймать. На течении он кажется просто невероятным. Все. Я сейчас не могу сказать славу, спроси вас руки. Поехали по полу. Здесь судачок. Ну, каннибал Крафтшак вообще не отказывает мне в удовольствии. Вообще никак. Ну да, не крупный. Но мы дождемся крупного. На сильном течении он довольно мощно сопротивляется. Не знаю. Настало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Маленький, да удаленький Надеюсь на поклевку Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая, не знаю, была ли вина погнёвка Но она была очень сущная Другая, не в смысле Просто вывернула изнанку Поправлю И принципиально буду ловить на Поправлю, принципиально буду ловить на эту приводку На разорванную Очень приятно, если он держится практически Вот на одном животе Смотрите, мне кажется, он ещё лучше стал работать Вот такая Обычный эффект Разорванной приманки Живая станет Сейчас будет суда Я поймал Что-то я поймал Мы не знаем, что Но мы узнаем Он сюда клянулся, я даже не знаю, что надо было делать. Слушай, он сопротивляется. Я не знаю, что это такое, если вы не знаете, что это такое, что это такое. А я поймал. Там столько их, смотри, снимай, Максим, снимай дальше, что там происходит. Снимай, снимай, снимай. Вы посмотрите, что там было на склее. Ну, ребята, с каждым разом все более интересно. Я вот уже весь скоте их увешал. Я даже не знаю, осталось, чтобы судака еще поймать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой небольшой судачок на небольшого каннибалкрафтшата. 40 грамм грузик огромный, потому что течение не позволяет ловить в более мелком. Сейчас мы попробуем его отпустить. Красиво. Еще опять гад. Просто они не хотят, они красиво отпуститься красиво, уйти в свою родную стихию. Молодые, маленькие, торопятся очень сильно. Но это нормально. Этот возраст пройдет. Так, ну что, мы закончили рыбалку на сегодня. Какие выводы или какие особенности были на этой рыбалке? Особенность была такова, что течение сегодня почему-то было очень сильное. И не получилось половить на то, что хотели с одной стороны. Но с другой стороны испытали для себя новые приманки, которые в 2021 году в России появились. Мы на них еще не ловили. Какие размеры испытывали, какими размерами ловили, какими весами. Сейчас Артем нам все расскажет. Он четко прочувствовал течение Волжское. Сейчас расскажет свои ощущения. Ну, в общем-то, ловили мы сегодня в основном приманкой, по крайней мере, я Крафтшат. Каннибал Крафтшат от Савашгир. Это были несколько видов монтажей. Вот такие более крупные приманки у нас были на джиг-головках. А размер 10,5 см был у нас на двойничке с стандартной чебурашкой. Течение было довольно сильное, поэтому использовать большие приманки было затруднительно, потому что они очень долго опускались на дно. В принципе, вот как-то так совпало, что мы оснастили цвета такие голубой и стандартный, такой натуральный, я бы сказал. Что в маленьком размере, что более крупном. Чисто случайно. И они, в принципе, показали результат, что вы видели на видео. Так, для меня сегодня день был такой, день, наверное, открытий. Я для себя сегодня открыл два абсолютно новых рыболовных приспособления, если их можно назвать. Это спиннинг на Утилос Империал. Я ни разу до этого не ловил. И катушка, которая только-только появилась в России. Это только образцы, даже в продаже их еще нет. Это новые катушки от Савашгир. Савашгир раньше катушки никакие не выпускал, но вот в этом году выпустил, и мы как раз на них половили. Так, спиннинг до 90 грамм. Какие первые ощущения? Ну, он информативен. То есть палочка до 90 грамм, она легкая. И, самое главное, посылистый очень бланк. Я там многие использую спиннинги, но вот этот, наверное, один из самых посылистых. Первое ощущение приятное. Приятное ощущение передает в руку ступ приманки с грузом. Но мы в любом случае сегодня ловили тяжелыми приманками. Наверное, нет смысла про это говорить. А вот посылистость и на вываживании он хорошо рыбку вяжет. Это хорошо. По поводу катушки. Катушка вообще бомба. Катушка просто бомба. Она мощная. У нее отличные кнопки. Кнопки крутятся просто. Я не знаю, что там за подшипник стоит. Ну, такая особенность. Прикольно. Она легкая. Потому что не знаю, с чего она сделана. Артем, наверное, больше знает. Мне очень понравилась катушка. Отлично сбалансировала спиннинг. Завтра продолжим, наверное, на него ловить. Вы в следующем видео, наверное, увидите, как мы на них ловим. И уже тогда более, наверное, детальный отчет дадим по этой снасти. Артем, какие ощущения у тебя от спиннинга? От спиннинга у меня сугубо положительные ощущения. Если учесть то, что я всю жизнь ловлю на кастинговые комплекты, я первый раз в жизни взял в руки и я почувствовал, как бы мне не хватало ловли вот через палец, чтобы я контролировал по плетенке касание дна. Но, в принципе, даже на приманках в нижнем тесте, тут тест 25-90 с грузом 32 грамма, даже на сильном течении с довольно толстой плетнёй, которую мы поставили, информативность была на уровне. И как бы поклёвки я в основном не пропускал вообще. По катушке также хочется сказать, что, да, это новинка, блин, крутая катушка, реальная, мощная, иногда подсекаешь, начинаешь крутить и такое ощущение, как будто ты оторвал, потому что мощность такая, что наматывает буквально, блин, просто-просто лебёдка. И довольно-таки компактная, в принципе, она для 6000-го, точнее 6000, у нас это 5000, но, в принципе, я считаю, что довольно компактная. На этот спиннинг она встала без проблем и как бы никак не выбивается ни по балансу, ни по эргономике. Кноп, да, кноп вообще впечатлил, классный алюминиевый, видимо, какой-то, вот прям классный. Да, и для любителей дорогих катушек, здесь, конечно, ручка вкручивается сразу в пару, она не на барашке на заднем, а сразу вкручивается. Хорошо это или плохо, ну, каждый своё мнение какое-то высказывает, я считаю, что хорошо. Ну вот, для вас ловили рыбу Александр Дегтярёв и Артём Брагин, оставайтесь с нами, завтра мы будем ловить щуку. О, браво! Музыкан Музыкан Субтитры подогнал «Симон»